Приветик всем! Сегодня я вам хочу рассказать про вот эту декоративную косметику. Здесь ее не так много, поэтому, наверное, все будет достаточно быстро. Это декоративная косметика марки L'Art или L'Arte. Точно я не знаю. Наверное, L'Arte все-таки, да? Производится она в Италии, бренд итальянский, поэтому, наверное, все-таки ей читается, я так думаю. Здесь у меня то, что я выбрала сама, но, тем не менее, это мне предоставили на обзор. Здесь у меня, значит, две тональные основы с разными свойствами. Подводка, помада и пудра. Ну, давайте, наверное, начнем с тональных основ. Тональная основа вот в этой прямоугольной упаковочке называется Long Lasting Tone to Tone Foundation. Помпа. И давайте, не пугайтесь на мои руки, глядя. Это у нас кусака и царапка тут в гостях есть, которая любит кусаться и царапаться. Сразу сводчики наносим. Это у меня оттенок 401. По-моему, это был самый светлый, но, по крайней мере, я просила, чтобы мне прислали самые светлые. У основы немного все-таки желтоватый подтон, но если при нанесении желтый подтон сильно не выражен, то мне это, в принципе, нравится. Потому что у меня розовый подтон и не очень ярко-желтым, он неплохо-таки нейтрализуется. И я уже носила эту основу на лице. И желтым у меня лицо не выглядит. Мне, в принципе, понравилось, как слился, в принципе, тон этой тональной основы с моим лицом. Что касается свойств этой тональной основы, она действительно имеет, вот мне кажется, сейчас даже видно это на камере. Я ее распределила пальцем и она почти совсем не рефлексирует, несмотря на то, что у меня здесь свет очень яркий, съемочный. Совсем нет никакого отблеска. Это матовая тональная основа и она действительно достаточно долго держится. Можно сказать, весь день она держится, но на тех участках, на которых у меня никогда ничего не держится, а именно это кончик носа и вот возле крыльев носа, такие маленькие участки, у меня и там, и эта основа тоже не продержалась весь день. Но для меня это скорее правило, потому что у меня все абсолютно понятные основы, даже при самой железобетонной, там не держится весь день. В остальном она мне понравилась, единственное, что мне ее приходится очень хорошо распределять влажным спонжем, бьюти-блендером. Кистью я ее наносить не могу, потому что на мне ее очень заметно. Возможно, что она так быстро подсыхает, что я ее не могу быстро разнести и на мне ее видно. Но если я это делаю влажным спонжем, то все нормально и она ложится хорошо. Тональная основа в такой уже кругленькой... Так, у меня там лошади носятся, это кошки. Ой, счастье-то какое. Тональная основа в круглой баночке это Hydra Touch. Это увлажняющая тональная основа. И сейчас мы ее тоже нанесем. Обе тональные основы идут с помпой, что очень удобно, что мне очень нравится. У этой тональной основы тоже есть желтоватый такой подтон. Но если у Tone to Tone этот желтоватый больше уходил в персик, то это более такой... Не знаю даже, как его назвать. Но в этом желтом меньше красного. В общем, скажем так. Но этот тон тоже, в принципе, неплохо сливается с тоном кожи на моем лице. Немножко нейтрализует розовинку мою эту естественную. И выглядит хорошо. Как ложится эта тональная основа мне понравилась больше. Лично на моей коже не подчеркивается текстура кожи. Даже наоборот как-то сглаживается чуть-чуть. Ведь ни одна из этих тональных основ, ни это, ни это, не выглаживают текстуру кожи, в принципе. Ни поры, ни морщинки, ничего. Короче, с текстурой они никак не работают. Но они делают покрытие кое-какое. Вот эта тональная основа делает среднее покрытие. И можно, наверное, нарастить до плотного. Но мне не нужно было, поэтому я не наращивала. Эта тональная основа делает покрытие ниже среднего при стандартном нанесении. Покрытие, мне кажется, такое полупрозрачное довольно-таки. И держится она значительно меньше. Но при этом мне, в принципе, если ненадолго нанести тональную основу, то вот эта понравилась больше. Как-то комфортнее, она проще с ней. Не подсушивает кожу. Ну, как она заявлена увлажняющая. Поэтому, конечно, она не подсушивает кожу. Но у нее, как я сказала, не хватает пигментации немножко. Если хочется чуть-чуть поплотнее, то возможно смешать либо вот с этой, либо уже доводить плотность пудрой. И вот мы подходим к пудре. Пудра такая немножко залапанная, хотя я ее вроде протирала. Но тут у нее такая упаковка, как вы видите, зеркальная. Поэтому не мудрено ее залапать. Ну, обычная упаковочка пудры. Есть зеркало, есть спонжик, есть вот эта вот фольгушечка. И пудра вот такого хорошего, очень подходящего для меня оттенка. Светлый, без какого-то ярко выраженного подтона розового или ярко-желтого. Номер 01. Пудра, у нее есть некоторая кроющая способность, но как бы сама по себе она практически ничего не перекроет на лице. Но если наносить хоть на какую-то тональную основу, даже на полупрозрачную, то ее действие, вот это дополнительное, да, как бы дополнительное выравнивающее, будет заметно. Я ее наносила кистью. Конечно, пальцем получается жирно, но, может быть, какой-то эффект будет заметен от нее. Эта пудра способна немножечко дополнить любую тональную основу, не только вот эти две. Я ее пробовала и с другими тональными основами, и она, в принципе, неплохо дрожит. Усаживает макияж, матирует зоны, которые нужно заматировать. Но я бы не сказала, что она прям, знаете, такая очень дубово матирующая пудра, что там с раннего утра до позднего вечера ничего нигде не заблестит. Ну, не настолько, конечно, но, тем не менее, она неплохая, и она не вызывает чувства какой-то сильной сухости на лице. В принципе, это тоже приятно. Спонжиком, ну, не знаю, я не пользуюсь, не пробовала даже. А кистью кабуки таклоновой я, в принципе, все пудры наношу. Эту пудру также наносила таклоновой кабуки, и мне понравилось. Буду продолжать пользоваться. Коробочки я здесь выставила просто, чтобы, как пример, да, как оформляется эта косметика. В принципе, оформление у косметики такое, достаточно базовое. И, ну, профессиональная, можно сказать, профессиональная косметика тоже так оформляется. Цена, мне кажется, это скорее миддл маркет. Вот. Осталась у нас подводка и помада. Мне понравилось, я вот когда распечатала эту подводку, она тоже шла в коробочке. Она очень добротно выглядит. Вот она, знаете, так вот ты ее в руки берешь, и чувствуется, что это, ну, что-то такое достойное. У нее немножечко, как бы, тяжеленькая упаковочка. Мне это понравилось. Вот такой колпачок с прозрачной пимпочкой, с прозрачным кончиком. Вот тут я нашла у нее, можно вот так этикетку раскрутить и, наверное, снять. Да, а это я потом ототру масляной двухфаской какой-нибудь для снятия макияжа. Я зачитаю, что здесь на этикетке написано. Подводка-маркер для век, чувственный взгляд, придает взгляду выразительность. Применение нанести на веки. Ну и дальше состав. Я уже пользовалась ею и не раз. Здесь вот такой кончик. Это не очень мягкий кончик, ну, то есть он такой жесткий. Он, бывают подобные фетровые подводки, да, и они прям совсем мягенькие. Этот не совсем, у него не царапучий, то есть он немножко гнется кончик, но при этом в основном он жесткий и твердый. Вот, рисует она насыщенным черным цветом. Подводка стойкая, но не водостойкая. То есть под воздействием обильного количества воды она охотно таки смывается и размазывается. Но если как бы в обычном режиме, то она не размазывается. Я даже чесала там глаз, когда забыла, что у меня подведены, есть стрелки там, веки подведены. И она не размазалась, эта подводка, но она тогда уже успела значительно подсохнуть, да. То есть я не только что ее нанесла, там прошло несколько часов. И она не размазалась и не осыпалась. Меня это впечатлило. Из минусов, что есть, например, если красить по теням стрелку, а именно по теням я чаще всего крашу стрелку, то на первом глазу рисует идеально, а на втором немножечко начинает запинаться. То есть, видимо, кончик все-таки забивается тенями, этот фетровый, и препятствует поступанию вот этой вот самой подводки. Но потом она постоит какое-то время, и снова, ну, как бы нормально этот кончик наполняется подводкой, и снова можно рисовать. Но вот такой небольшой минус, но я должна была ему сказать, я так чувствую. И осталась у нас помада. У нее такой немножечко расширяющийся кверху колпачок. Номер 306. Оттенок называется Мандарино. Это такой коралловый, чуть-чуть с каплей белого. Ну, то есть, чуть-чуть разбеленный, самую малость. Но все-таки это яркий коралловый оттенок. Вот так он выглядит. Довольно-таки насыщенный, плотный цвет. На губы тоже ложится насыщенным, таким плотным, таким сводчем. Но все-таки губы должны быть, знаете, не сухие. Для того, чтобы она хорошо выглядела, я не знаю, это зависит от цвета или у нее такая формула. Но если губы чуть-чуть суховаты, несмотря на то, что она жирненькая и влажненькая, вот это на текстуре будет застревать этот цвет, и это будет заметно, это будет хорошо видно. Поэтому губы должны быть в хорошем, в нормальном состоянии, в неподсушенном. Вот, я ее наношу. Для меня этот цвет оказался уж очень активным, ярким. И я этот цвет наношу, поставив так несколько пятен, и вот так потом пальцем чуть-чуть растираю. И вот для меня вот такой примерно оттенок, для моего типа, наверное, внешности, получается более носибельным. Огромный плюс, который я обнаружила в этой помаде, в ней практически нет никакой отдушки. Ура! Мне это очень нравится, я это очень ценю. Нет никакой отдушки, не только вот цветочной, или конфетной, кисельной, там какие они бывают, но и нет вот этого запаха восков, масел и так далее, которые я терпеть не могу, например, в помадах от марки Пупа. Хорошие у них помады, но отдушка все, я просто не могу ими пользоваться вообще. А вот эти помады, у них ну вот буквально такой слабый-слабый-слабый запах, настолько слабый, и после нанесения он практически моментально выветривается, и вообще под носом не стоит никакого душка. Очень мне это понравилось. Вот. Вот и все на сегодня. У меня был, я надеюсь, быстрый обзор. У каждого из этих средств есть, ну, можно сказать, какие-то плюсы и какие-то минусы. Единственное, наверное, у пудры нет никаких минусов, да. Но эти плюсы и минусы, это такая субъективная штука на ком-то. На мне вот, например, плотность, даже не плотность, а вот эта вот суховатая составляющая вот этой основы, возможно, идет в минус, потому что у меня все-таки кожа не 20-летняя девочки. Вот. А на ком-то, может, это наоборот будет в плюс. У кого очень жирная кожа такая, тот скажет, что такую сухую основу, ну, такую, как после нанесения, которая так сухо смотрится, он давно ее искал. Вот. Или, например, что вот это полупрозрачное, скажем, мне хочется поплотнее все-таки покрытие, а кто-то скажет, что вот это идеальное покрытие и плотнее не надо. Короче, вот такие. Просто это было чисто мое субъективное мнение, что лично мне понравилось, что не понравилось в этих средствах. Пишите, пожалуйста, если вы пробовали эту косметику и как она вам понравилась, что вы скажете об их пудровых продуктах, которые, особенно, которые я еще не попробовала, это тени, это румяна, вот, и что вам больше всего нравится, и что вам меньше всего нравится от этой марки. Буду рада почитать, и это будет полезно почитать другим зрителям. Я вас всех обнимаю, желаю вам хорошего дня. Пока-пока. Вот небольшой посткриптум я вытирала помаду, и хочу вам просто продемонстрировать стойкость вот этой подводки. Видите, она... Я демонстрирую не водостойкость, а просто стойкость на растирание. Помада стерлась сразу, но она и не заявлена, как какая-то стойка или что-то там с ней не так. А подводка вот намертво держится. Но от воды она, конечно, растает. И от средств на снятие макияжа. Все, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok